Максимальная оперативность и эффективность решения вопросов. Именно в таком решении проходит сегодня сход граждан в сельском поселении Алхасты. Медицина, здравоохранение, образование и ЖКХ круг наиболее актуальных вопросов довольно обширны. Наметить пути их решения здесь, в сельском доме культуры, собрались сельчане и представители властей всех уровней. Открывая встречу, глава администрации села отчитался перед собравшимся о работе, проделанной в Алхасты за минувший период. Благодаря слаженной работе властей во многих отраслях жизнедеятельности села удалось достичь неплохих результатов. Обращения жителей в основном касались благоустройства территории, сферы ЖКХ, решения социальных вопросов и обеспечения охраны общественного порядка. Кроме того, проведен комплекс мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Просьбы жителей обрабатываются ежедневно депутатами поселения, а за обеспечением безопасности граждан следит добровольная дружина в составе 10 человек. И это далеко не весь объем проделанной работы. Вся работа главы администрации и администрации в целом направлена на решение вопросов местного значения. Главное направление деятельности является обеспечение жизнедеятельности населения. Это, прежде всего, решение таких вопросов, как обеспечение водой, газом, электроэнергией, благоустройство дорог, предупредение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и многое другое. Большой вклад в развитие села внесли и неравнодушные жители. Так, на улицах Ленина, Менделеева и Советская за счет спонсорской поддержки удалось проложить водопровод и асфальт. Кроме того, по поручению главы региона после предыдущего схода граждан сотрудниками сельской администрации благоустроена территория кладбища. Однако этот вопрос до сих пор остается в числе наиболее острых. Поднимают на сходе и вопрос занятости молодежи. По мнению старейшин села, в Алхасты не хватает спортивных площадок и досуговых центров. А заброшенное полуразрушенное здание старой школы жители предлагают отремонтировать и открыть дневной стационар больницы. На протяжении многих лет остается актуальным вопрос обеспечения детей местами в детском саду. Количество маленьких жителей села с каждым годом растет, а детсад, расположенный при школе, не может вместить всех желающих. Жалобы на проблемы с водой и вопросы землепользования также в числе самых актуальных у местных жителей. Решение всех этих задач требует немало времени, поясняют власти. За минувший период в Сунжинском районе зафиксировано 12 пожаров, и все они по вине самих же людей. Выступая перед собравшимися, представители МЧС призывают не шутить с самовольным подключением газу и электроэнергии. МЧС призывают не шутить с самовольными. А как быть тем, до кого в буквальном смысле не дотянули централизованные электрические и газовые сети? Жители новостроек, в свою очередь, просят решить их коммунальную проблему. Словом, каждая просьба услышана в завершении встречи. Местные власти заверили, ряд вопросов будет решен незамедлительно. Но есть и такие проблемы, которые требуют долговременной перспективы. Главная задача, стоящая перед каждым, трудиться для достижения одной общей цели – сделать сельское поселение лучше. Фереда Мержева, Магомед Урусханов, Новости 24.